Первые итоги реализации программы польско-канадской помощи Украине подвели в Черкассах. На конференции обсудили проекты по развитию местного самоуправления, поддержке независимых СМИ и помощи вынужденным переселенцам. Демократическими преобразованиями в Украине в частности занимается польская организация Фонд международной солидарности. Ее представители работают и в других странах – в Грузии, Молдове, Тунисе. А вот в Белоруссии, говорят, развивать демократические инициативы непросто, так как государство в этом не заинтересовано. Приходится работать напрямую с людьми. Это инициатива польской государства, польского уряда, которая понимает, что нужно поддерживать страны, которые хотели бы строить демократацию. Был такой час в Польше, что мы были в Украине, и были люди, которые нам помогали. И это ситуация такая, как Украина сегодня, страны, которые хотят сделать изменения. Но есть также краины, в которых люди, как в Белоруссии, не имеют людских прав. Там работаем напрямую с людьми, даже не с организациями. Польско-канадские проекты в Украине направлены и на развитие местных СМИ. В частности, редакции, ранее работавших на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Представители польско-украинской программы поддержки демократии говорят, таким СМИ как никогда нужна финансовая поддержка. Особенно учитывая то, что многие из них вместе с офисами потеряли всю технику, необходимую для работы. Для таких редакций проводятся конкурсы на получение грантов. Победителем одного из конкурсов стала и Черноморская телерадиокомпания. Деякие СМИ мы поддерживаем финансово, чтобы помогать, например, журналистам, которые были вымышены втекать из Донбасса или из Крыма, остаться в профессии журналистской, что помогаем им просто в праце уважливаться в редакциях в других регионах Украины або писать про свои темы своих регионов. Это тут, например, Черноморки. В рамках польских проектов украинские журналисты узнают и о зарубежном опыте демократических реформ из первых уст. На семинарах в Польше рассказывают, в частности, о новой практике польского самоуправления, так называемых парципаторных или общественных бюджетах. В рамках этой инициативы сами граждане решают, на что будет потрачена определенная часть местных бюджетных денег. На строительство детских площадок или, к примеру, на закупку медицинского оборудования для больниц. Это такой вид реализации бюджета, в котором местная влада делает такой джентльменский договор с обществом, в рамках которого выделяется из бюджета какую-то часть. Это может быть, например, 1% собственных доходов. И о том, на что будут потрачены эти деньги, решают уже журналисты. Опыт общественных бюджетов уже внедряется в трех городах Украины – Чернигове, Черкассах и Полтаве. Проекты, которые подаются жителями, будут реализовываться там со следующего года. Еще одно направление польско-канадской работы в Украине – помощь вынужденным переселенцам. В этой сфере иностранные организации сотрудничают с местными общественниками. Одним из партнеров есть организация КримСОС. И она поддерживает переселенцев как из Крыма, так и из Донбасса. Она имеет разголоженную мережу. Теперь в всех областях Украины есть одна из самых надежных партнеров. Не только этой программы, а также и объединенных наций. Представители польско-канадских программ обещают продолжить реализацию своих проектов в Украине в 2016. А такие встречи, как нынешняя, помогают донорам лучше понять потребности страны и спланировать свои действия.